2020 год балует местных жителей Рима грандиозными выставками. Недавно закончилась выставка Рафаэля, посвященная 500-летию со дня смерти художника, а в сентябре началась выставка, посвященная 100-летию со дня рождения итальянского актера Альберто Сорди. Выставка разделена на две части. При покупке билета, цена которого 12 евро, выдается два билета. Первый билет на посещение виллы. Второй билет для посещения театра. Второй билет можно использовать в любое время до конца выставки. Сегодня мы находимся на вилле Альберто Сорди, которая утопает в зелени терм императора Каракаллы. Вилла актера впервые открывает свои двери для посетителей. Теперь это музей. У нас с вами путешествие в жизнь и карьеру знаменитого итальянского актера. Мы зайдем в театр, который Сорди построил для частных представлений, пройдем по комнатам, включая актерскую студию, спальню, парикмахерскую комнату. Увидим прекрасные сады, виллы, что позволит погрузиться нам в повседневную жизнь актера и человека Альберто Сорди. Я покажу вам документы, афиши, письма, награды, костюмы. Мы пройдем по мультимедийному маршруту и, конечно же, на выставке много-много фотографий, которые рассказывают о его более 60-летней карьере. Если вы любите итальянское кино и знакомы с творчеством Альберто Сорди, то это видео для вас. Альберто Сорди родился в Риме 15 июня 1920 года в простой итальянской семье. Детство актера прошло в самом сердце района Трастевери, среди узких улочек. Сто лет назад в доме номер 7 на улице Сан-Куземато, в нескольких шагах от площадей Сан-Калисто и Санта-Мария-Интрастевери, родился Альберто Сорди. Позже это здание снесли, но в 2012 году установили мемориальную доску на доме номер 12. В ней упоминается, что в доме, напротив которого больше нет, родился Альберто Сорди. Отец был музыкантом, вечно машущий руками и жгучий брюнет, а мать – учительница начальных классов. Позже она стала заниматься только своими детьми и хозяйством. Очень приятная, голубоглазая женщина, хозяйственная и сдержанная. Альберто Сорди внешне очень похож на нее. Когда пришло время выбирать профессию, у Альберто Сорди был выбор – либо стать домохозяйкой, как хотела мама, либо уйти в кино, как требовал папа. Альберто сделал свои первые шаги актерского мастерства в церкви, став прислужником. Он подражал священнику, жестикулируя за его спиной во время проповедей, и распевал священные отрывки женским голосом. В возрасте от 6 до 10 лет он гастролировал по Италии с труппой театр-кукол, которую создал учитель начальной школы. Талант был замечен, и его даже хотели отправить в детский хор сихстинской капеллы. Когда Альберто Сорди исполнилось 17 лет, он устроился на киностудию Чина Чита. Его путь в кинематограф начался с того, что он изображал льва с головой из папье-маше. Потом были небольшие фразы в фильмах, в которые он добавлял свой фирменный и запоминающийся взгляд. И по этим маленьким фразам его уже стали узнавать. Он брался за любую работу, лишь бы не сидеть на месте. Начиная со второй половины 50-х годов, Сорди становится любимцем итальянцев, после того, как он снялся в фильме «Американец в Риме». Он отставал по известности от многих своих итальянских коллег, но он исполнял роли простого человека с улицы со всеми его положительными и отрицательными сторонами, чем и покорил сердца итальянцев. За пределами Италии о нем заговорили намного позже, когда у него за плечами были уже десятки и десятки фильмов. Затянувшееся признание ждало новых фильмов и новых героев. Как говорится, всему свое время. Балагур и комик на экране на самом деле Альберто Сорди был очень замкнутым человеком и мало кого впускал в свою личную жизнь. Вилла всегда защищала его от посторонних глаз, и он никогда не хотел, чтобы ее показывали публики. Сейчас мы находимся на Вилле для того, чтобы познакомиться с актером и человеком Альберто Сорди, который показал нам настоящего итальянца с экранов. Сорди ни разу не был женат, и когда журналисты интересовались, почему, шутил, что не желает впускать в свой дом чужого человека. Или также отшучивался. Зачем мне нужна жена, когда у меня есть сестры, которые гладят мои рубашки, хорошо готовят и отлично заменяют жену, которая, возможно, не умеет гладить и будет ждать повара, чтобы приготовил ужин. Ну а если серьезно, то в возрасте 22 лет Сорди встретил свою первую и, возможно, последнюю взаимную любовь. Это была Андрияна Паньяни, одна из известных актрис того времени, на 14 лет старше его. Актер ульстила внимание столь очаровательной женщины. Она была очень богатой и имела роскошный дом, который часто посещали важные люди. Пара, по сути, прожила долгую историю любви, которая длилась почти 10 лет. Андрияна поддерживала Альберто в минуты отчаяния и баловала его. Она подарила ему спортивную машину и возила в отпуск. Отношения начали разлаживаться, как только Сорди получил первое признание. У Альберто Сорди была вся жизнь впереди, и он не хотел жениться. А Андрияна нуждалась в мужчине, который обеспечивал бы ее безопасность и у которого бы она находилась в центре внимания. Этого не произошло, и когда однажды она вернулась из поездки, обнаружила, что Альберто изменил ей станцовщицей. Она указала ему на дверь дома, в котором они жили вместе, и сказала, что не хочет больше его видеть. Альберто Сорди За 60 лет актерской карьеры у Альберто Сорди были разные запоминающиеся роли. Он был лауреатом всевозможных национальных и международных кинопремий. Но никогда у него не было премии «Оскар». Он сожалел об этом до конца своих дней. Актер стал настоящим символом Рима, восьмым царем, как в шутку его называли. А самый лучший подарок он получил на свое 80-летие, когда ему было позволено на один день стать мэром Рима, и на сутки ему был предоставлен рабочий кабинет мэра на Капитолийском холме. Незадолго до своей смерти актер объявил, что уходит из кинематографа. Как он говорил, 82 года, пора, наконец, и угомониться. В 2003 году актер умер. Прощаться с ним пришли не только самые знаменитые актеры и режиссеры, но и почти полмиллиона обычных людей. В тот день, когда Рим лишился своего любимца, под звон колоколов в небе парила надпись «На этот раз ты заставил нас плакать». Альберто Сорди, не имеющий собственной семьи и детей, многие годы жил на своей вилле вместе с братом и двумя сестрами. После его смерти единственной наследницей его состояния, которое было в 100 миллионов евро, стала его старшая сестра Аурелия, которой тогда было уже 85 лет. В этом возрасте пожилые люди всегда становятся легкой добычей для мошенников. И этими мошенниками стали люди, которые работали на вилле в качестве обслуживающего персонала. Еще при жизни Сорди полностью доверял и считал их членами своей семьи. Главным обвиняемым был его личный шофер, который считался крестником актера. Был суд. Обвиняемые – это шофер, сиделка, садовник, уборщица. Все они понесли наказание. Их обвинили в мошенничестве и незаконном присвоении денежных средств на сумму в несколько миллионов евро. Обвиняемые приносили бумаги пожилой Аурелии, которая без труда подписывала их, позволяя расхитить наследство брата. На выставке было представлено огромное множество афиш к фильмам, в которых снимался актер. Мне так понравилось рассматривать их. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Великий Альбертоне Так называют его в Италии. Был любим за то, что не только веселил и развлекал людей, но и заставлял их задуматься. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сорди всегда удается передать настроение героя несколькими простыми жестами и мимикой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Знаменитый кадр из фильма «Куда ты собираешься в отпуск». Фильм состоит из нескольких частей. Так вот, в одной из части история семьи, которая всю жизнь работала на рынке. Дети организуют для них умные каникулы с программой, которая включает помимо строгой диеты культурные поездки. Именно в отпуске супруги начинают бунтовать против диет. Останавливаются в ресторане и, повязав салфетки на шее, едят все, что попадается под руку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Костюм в фильму «Маркиз Дель Грилло». Если вы не смотрели еще этот фильм, советую посмотреть. Дорогие друзья, наша небольшая экскурсия по вилле Альберто Сорди заканчивается. Большое вам спасибо за то, что подписываетесь на канал, смотрите мои видео и делитесь ими с друзьями. Буду и в дальнейшем радовать вас чем-нибудь интересным. И еще большое спасибо всем, кто присылает благодарность в виде денег на PayPal. До новых видео, друзья, и хорошего вам дня! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok